Привет всем, кто зашел ко мне на канал. Сегодня предлагаю поговорить о немецких и французских школах. Причем давайте поговорим прямо с детьми. Я сегодня решила сменить формат немножко и взять интервью своих собственных детей. У меня Александр в девятый класс ходит и Феликс в седьмом классе. Так что давайте посмотрим, послушаем, что они нам расскажут о своих школах, о своих впечатлениях. Все будет из первых рук. Санечка, привет! Давай я тебя потревожу немножко для моего канала. Расскажешь нам немножко о своей школе? Как у вас в школе вы встречаетесь с учителями? Вот звенит звонок на урок. Что происходит? Есть ли у вас какой-то ритуал приветствия учителей и учеников? Например, чтобы вы выстроились все вместе и хором сказали здравствуйте или что-то в этом роде. Ну, вообще-то ритуала такого нет. Просто учитель открывает дверь и когда ученики проходят в класс, тогда они сразу говорят привет учитель, бонжур, мадам или бонжур, месью. То есть просто входя в класс и в дверях в классе стоит учительница и проходя мимо нее, каждый индивидуально говорит бонжур, да? Да, именно так. Ясно. И потом просто вы рассаживаетесь по партам? Да, и все. Как у вас вообще с учителями? Вот урок как происходит? Вас к доске вызывают, проверяют домашнее задание, вы выходите к доске с дневником или как или что? Нет, никаких. Ну, доски не вывозят, абсолютно нет. А домашки просто проверяют на словах. Скажем, учитель спрашивает, вопрос про домашку и поднимают руку ученики и все уже. Он просто говорит, да. То есть по желанию кто-то вызывается и поднимает руку. Как вы поднимаете руку? Можешь шест этот показать? Ну, вообще-то просто или руку вверх, или палец. Ну, вообще-то все равно, абсолютно. А есть у вас такое, что надо ровненько вот так вот руку держать? Не-а. Нет. Нет. Вам делают когда-нибудь замечание в школе, чтобы осанка была прямая, чтобы вы ровненько сидели? Ну, а если ученик сильно скрючился, то, конечно, будет замечание. А так нет. Вы в целом ровно сидите? Нет такого, что там кто-то раскачивается на стуле или закинул ноги на соседнюю парту? Это возможно. Это возможно? Очень возможно, да. Но это нормально считается или это все-таки так, безалаберный стиль? Безалаберный очень. Хорошо. Как учитель к вам обращается? По именам или по фамилиям? По именам. Только по именам. То есть фамилии вы, собственно, и не слышите в школе, да? Очень редко. Но если, конечно, два ученика в одном классе с тем же именем, то тогда учитель сначала говорит имя, а потом уже говорит фамилию. Уточняет. К доске вас вызывают? К доске? Нет. Нет. Никогда. Никогда. Абсолютно. А учитель пишет на доске? Вот мелом или фломастерами? Как у вас это устроено? Ну, у нас только такие фломастеры толстые. На белой доске пишется. Пишет только учитель, да? Ученик редко бывает у доски. Ученики? Ну, если честно, то может быть один раз в год, но не больше. Вы в основном по учебникам занимаетесь или вам раздают какие-то печатные материалы? Как у вас происходит это? Иногда учителя именно раздают именно листы, которые были в учебнике. А иногда по учебникам, что намного реже. Самое частое, наверное, что учителя сами что-то придумывают, что они будут раздавать. Ну, учитель пишет на доске или он всем раздает материалы и, в принципе, озвучивает то, что раздано? Есть разные учителя. Вот есть учителя, которые именно сначала раздают, а потом еще пишут при этом на доске. А есть, которые и просто словами объясняют. Ну, у нас еще есть бимеры, которые проекторы, которые проецируются. Вам проецируются и объясняются на экране? Да, это самое частое, наверное. Там сразу листок этот также показывается. А скажи, что тебе в вашей школе не нравится? Ну, когда я был в Германии и мы переехали во Францию, то я заметил сразу одну вещь, что французские школы, они выглядят как какие-то тюрьмы. Как тюрьмы буквально. О, да. Интересно. В чем это проявляется? Это цветовая гамма другая, какая-то тюремная или законы какие-то полицейские? Ну, сначала, да, реально законы намного полицейские во Франции. Что, например, вам что-то не разрешают делать или на вас кричат или с вами как-то обращаются не так? Ну, кричат такое иногда есть. У нас есть такие... Учителя прямо на вас кричат? Нет, не учителя, а именно сюрвиян, да. Сюрвиян – это я переведу на русский, как на отсмотрщик, да, такая своеобразная роль. Чем они занимаются? Что они делают у вас, ваши сюрвиян? Они на уроки заходят или только на переменах? Они только на переменах. И они просто смотрят, скажем, в дворе ничего не происходит или... Ну, да, все такое. Такие проверяющики законов. Ну, а что вам нельзя делать? Бегать нельзя по коридорам или... Там, рисовать на стенах? Что может произойти? Драться? Драться такого вообще нет у нас. А вот рисовать на стенах такое нельзя. Потом футбол играть нельзя. Когда снег падает на двор, то нельзя выходить. Если кто-то выйдет, то сразу на отсмотрщики тебя не погладят, а поцелуют. В кавычках, наверное, ты имеешь в виду, да? Ну, ядовитым ядом так. Ну и примерно все. Потом нельзя у нас шапки на голову носить в школе именно. То есть в школу зайти в головном уборе нельзя? Да, это считается неприлично, что я не совсем понимала, а все равно они за этим очень сильно следят. И когда кто-то с шапкой, скажем, ему сразу конфискуют его шапку. Конфискуют, но потом они ее отдают? Ну, чаще всего отдают, но если это повторяется, то нет. Потом к теме, почему школа выглядит как тюрьма, это еще то, что она огорожена забором таким железным огромным. Два-три метра. Ну, именно такой решетчатый. Ну, может быть, это хорошо, чтобы к вам никто из вне не заходил, никакие жулики. Детей не похищали. Ну, ведь есть уже с район. Еще бетонный пол повсюду, то, что должен сказать. Тебе это не нравится? Ну, во дворе бетонный пол, это не очень классно, да. А как в Германии было? В Германии было, ну, сначала намного просторнее, а во-вторых, там была зелень во дворе. Если во французских школах там могут быть пару деревьев, то в немецкой школе, в немецком дворе тогда можно было бы почти назвать это каким-то парком, что ли. Понятно. То есть более дружески выглядит то окружение, да? Намного. Скажи, а что тебе нравится в вашей школе? Что мне нравится? Она выглядит, ну, она выглядит модерновой, сейчас скажу тоже. Повсюду такие огромные витрины, скажем, стоят. Это очень классно выглядит. Во всех залах их очень-очень много. Есть бимеры именно. Проекторы, да. Да, проекторы. Это тоже очень классно, такого не было в Германии. Потом эти доски, на которых пишут с фломастерами, это, конечно, экологично, но это намного лучше, чем доски, которые... С мелком. Там, с мелком, потому что этот мел, это ужасный звук. Я его не переношу. То есть, с точки зрения оборудования, ты считаешь, что это плюс? Да, это огромный плюс. Тебе нравится именно оснащение школы? Да, она очень классно выглядит. Вот, я еще скажу, что вам айпады всем раздают, ребятам раздают с седьмого класса, всем планшеты и не какие-нибудь, а именно айпады, то есть, очень дорогие. Здесь школы не скупятся на это. Но, наверное, не во всех школах французских. В немецких я не слышала, чтобы такое было. Ну, сейчас айпадом это довольно... Я уже не первый раз вижу, что в школах такое есть. Но, конечно, на айпадах там вообще-то можно делать только те вещи, которые предназначены для школы. То есть, особо не поиграешь на айпадах, они очень конфигурированы так, что только делом заниматься можно, да? Именно. Хорошо. Ну, спасибо. Спасибо, ты нам прояснила обстановку. Давай, слушай дальше музыку. Счастливо. Пожалуйста. Филюша, давай ты расскажи нам про свою школу. Какую? Ну, про ту, в которую ты сейчас ходишь. Колледж, колледж. Скажи мне, как у вас уроки физкультуры проходят? Ну, сейчас у нас нету. А когда были, это там у меня гимнастику, греблю и... Гимнастикой занимались? Вы в спортивном зале занимаетесь гимнастикой? Да, мы занимались. У вас в школе прямо есть спортивный зал, да? Да, но гимнастикой мы занимались в другом, потому что у нас в школе спортивный зал, он сделан для настольного тенниса и для гангбола. Мы делали еще гангбол. Занимались гангболом, да? Угу. А греблей вы как занимались? Вы в бассейн ходили или на речку? В бассейн невозможно, мы ходили на речку. Там едешь трамвай на две остановки до Оксфорд, до конечной остановки. И потом, ну там сто метров, к тому же это стучка для греб. Там станция лодочная. И что, вам выделяли прямо лодки, и вы по речке гребли на лодках, да? У нас были вот лодки одноместные и были лодки двухместные. И когда одноместная лодка, в команде было два человека, а когда было двухместная лодка, было три человека. И там всегда меняли. Понятно. Ну, там маршрут был, который нужно было сделать вокруг речки. И потом, когда ты снова вот тут, то ты меняешься с тем, который тебя ждет, который от твоей команды. Он сейчас делает маршрут и так далее. А какие у вас меры безопасности были? Вам жилеты какие-то раздавали? Да, жилеты раздавали. Давай расскажи нам про школьную столовую. Как у вас школьная столовая устроена? Большая переменка на обеденный перерыв? Один час. Один час. Как вы едите? Вы в очереди стоите? Выбираете блюда или у вас нет выбора? У нас нет выбора. У нас сейчас новый план, как в столовой, когда и как, и как новое расписание столовой. И сейчас мы, когда написано, то мы идем, а когда не написано, то мы не идем. Понятно. То есть для каждого класса свое время предусмотрено. И каждый класс именно в это время имеет право пойти в столовую. Да. А вообще у вас длинная пауза, например, два часа, и вы один час играете где-то в коридорах, а второй час идете в столовую. Приблизительно так. А где можно играть? На улице. На улице играете, да? А зимой, если? Тоже на улице. Тоже. Вы одеваетесь, да? У вас есть школьный вестибюль, раздевалка? Нет. Или как это устроено? Ты идешь с самими одеждами в класс, коротку кладешь на стул. Да, вы прямо зимнюю одежду на стуле вешаете? Да, ну то что, может быть. Ну вот тут стул, куртку вешаешь вот так на стул, но там, где вот ты спинку делаешь. На спинку стула вы вешаете свои куртки, а шапки? В рукав. В рукав, хорошо. В носе есть шапка. А многие ходят без шапок зимой? Почти никто не ходит с шапкой. Шапка редкость, да? Угу. А обувь вы переобуваете? Нет. Нет? Прям в сапогах ходите по школе? Почему в сапогах? А в чем? Ну в кроссовках. Да. В чем пришел, в том и ходишь. Но у вас, наверное, грязные полы в школе после этого, когда все в обуви ходят, нет? Нет. У вас там ходят уборщицы и убираются постоянно? Ну да. Да? После каждого урока, после каждого урока, спустя каждые два часа идет уборщица, которая все разбирает во всех классах. Ну и потом дальше занимаемся, когда мы все. А у вас есть дежурство по классу, чтобы, например, вы сами мыли полы или свои парты? Нет. Такого нет. Такого нет. Такого нет и никогда не бывает? Там только один раз, там только было визит химии, один раз он просто напрыгал нам каким-то средством на парту, и он нам какую-то тряпку, и нам нужно было размазать. Понял. Хорошо. Скажи вообще, как у вас переменки проходят? Звенит звонок с урока, вас сразу отпускают на перемену? Нет. Или могут задержать? Вообще, наша училка из ВТ никогда нас не отпускает. Не отпускает Даша на переменку? Нет. А что она делает? Дальше урок продолжает? Да. А другие учителя тоже так делают? Нет. Они ее выпускают. Ну и что, вы выходите на перемену, и куда вы идете? В школе остаетесь или вы ходите на улицу? Или кто как хочет? Кто как хочет, ну, почему в школе остаться, там очень скучно. Там только можно идти или на первый, ну, на этаж ноль, или на первый этаж библиотеки. А то нельзя тусоваться в коридорах. А в самом классе можно остаться? Нет. Ни в коем случае, да? Ни в коем случае. Ну да, там нет ракеток. А если хотите в баскетбол поиграть, то тоже надо самим мяч приносить? Нет. Они запретили. Они запретили, потому что у нас есть такое, как вискуляре, там ты должен дать свою тянетку и рассмотреть, чтобы тебе дали мячик. Но люди, которые пинг-понг брали, они брали сначала свой мячик, потом, когда они играли, играли, когда он ломался, они брали от вискулеер, и потом мячик, который... Ну, и ты даёшь свой керней, и когда ты пронёсешь снова мячик, они тебе снова дают твой керней. Керней — это как бы дневник. Да. То есть ребёнок, чтобы взять у школьной администрации мячик для настольного тенниса, должен в залог отдать свой дневник. И когда возвращает мячик, ему возвращают дневник. Правильно я сказала? Угу. Ну, пинг-понг говорит так, что сначала они берут, ну, ученики, они хитрые. Они сначала берут свои, потом, когда свой сломался, они берут вискулеер, а когда они отдают мячик вискулеер, они берут себе этот вискулеер, а сломанный дают вискулеер. Поняла. Всегда ребята имеют свой собственный мячик и мячик от школы. И если один из двух сломается, то они отдают школе сломанный мяч. Правильно? Угу. Да, хитрецы. Хорошо. Чем вы ещё занимаетесь на дворе? Паркуром. А про столовую я тебя расспрашивала? Давай я расспрошу. Ну, как вы едите? Не так уж и вкусно. Не очень тебе нравится, что в столовой дают, да? Какие блюда тебе нравятся, а какие не нравятся? Мясные кубики не нравятся, какой-то там салат с какими-то огурцами не нравится. Там почти всё не нравится, а то, что нравится, это шныцы, которые один раз в год. Потом у нас там есть макароны, тортифлет, крок мюши. Это хорошее блюдо, да? И кордон блюдо, и больше. Есть ещё такая котлета с сырным соусом внутри, а она тоже очень вкусная. Понятно. У вас длинная очередь в столовую? Ну, я ведь уже говорил, что там зовут. А, у вас сейчас система по классам. И когда такая система началась, то стали короткие очереди, да? Ну, надо класс, класс, класс. А класс не такой большой. Максимум 40 человек в классе. До этого были проблемы с учетом. Ну, до этого было так, что звонок звенел, и сразу все выбегали из класса и бегали. И мчались в столовую, кто первый, тому повезло, да? Да. А те, кому не повезло, им приходилось долго стоять. Да. Потому что там было очень-очень-очень-очень-очень. Хорошо, Филюша, а помнишь ещё, как ты учился в Германии? Сравни мне, вот в целом, какое у тебя ощущение от немецкой школы осталось по сравнению с французской? Где лучше? В немецкой. В немецкой? Почему? Что тебе там больше нравится? Ну, сначала там были задачки не очень сложные, не очень простые. Там мы делали очень-очень-очень много поездок куда-то. Мы, у нас была огромная, ну, вот эта перемена. Огромная перемена. Ну, и огромная площадь, чтобы играть. Да, там школьный двор, я помню, был. Да, двор был. Гигантский. Он был большой, там тоже была столовая, там было не так уж и хорошо. Там столовая, я не поняла, хорошая была столовая или так себе? Так себе. Вам там разрешали на переменах есть что-то еще из дома? Да. Нам даже разрешали на уроках есть. Угу. И ты ел на уроках? Нет, потому что мама мне ничего не давала. Мама тебе ничего не давала? Нет, я ел всегда с Коди. А Коди чем с тобой делился? Ну, такие орешки, но там где два внутри надо разломать середину и брать. Не знаю, как это называется. Понятно. Хорошо. Ну, ладно, куда ты там совсем уже умер? Спасибо, Филюшка. Пожалуйста. Ты нас просветил. Я думаю, было интересно. Беги, занимайся своими делами. Вот такой получился детский рассказ о школе. Это, вообще-то, первое интервью в жизни для моих детей. Поэтому не судите строго. Ребята рассказали, так сказать, честно, что они думают. Они, естественно, стеснялись, как я вижу. Но лучше поддержите их лайками, какими-нибудь комментариями своими наших юных блогеров, начинающих. И, конечно, детское мнение, что такое детское мнение? Они, какой ребенок будет хвалить школу, да? На самом деле, школа, в которую они ходят, она очень престижная. В нее не пробиться в нашем городе. Там надо сдать очень серьезный экзамен вступительный на знание одного иностранного языка, как родного. Вот они у нас в немецкой секции. Они совершенно свободно говорят по-немецки. И между собой до сих пор общаются братья только по-немецки. Ну и с папой, соответственно. А со мной по-русски. Как видите, они и русский не забыли. Вот. Так что, если Саньку послушать, так получается вообще тюрьма и концлагерь. Но это, как сказать, это вот такая у них ностальгия осталась после Германии. Они не совсем любят в сравнении с Германией вот эту французскую систему. Тоже надо делать небольшую скидочку. Потому что Германия это была начальная школа. Там все мягче. Там все, как сказать, более по-детски. Больше всяких развлекалок, больше всяких поездок и так далее. Чем старше дети становятся, тем этого везде меньше становится. Как в Германии, так и во Франции. То есть, надо стараться немножко объективно смотреть на вещи. Но дети этого не могут. Они вот там детство провели, и у них такие солнечные воспоминания остались. Но надо сказать, что в Германии, в начальной школе, там было действительно чудесно. Так что можем продолжать в таком формате. Я иногда буду расспрашивать ребят. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите все, что вы об этом думаете. Продолжим. Продолжу я уже от себя снова в формате говорящая голова. Я расскажу то, что я думаю о школьной системе, об одной и об другой. И отвечу на ваши вопросы. Так что до скорого, до новых видосиков. Пока. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.